Привет, ребята! С вами я, Бетарт671, поэт, философ и музыкант. И в этом видеоролике я покажу вам свои покупочки еды из магнита на 1765 рублей. Значит, цены там потихонечку растут, исчезают некоторые товары. Например, в этот раз не было пшеничной крупы, так же, как и гречки. И сахар исчез полностью, включая рафинад. В прошлый раз, когда я ходил, там именно мешки с сахаром исчезли, а было один рафинад, вот эти кубики. Сегодня даже их не стало. Также макароны, которые я покупал, по 17 рублей магнитовские, моя цена, их тоже все смели, их не было вообще. Вот. И что же сегодня я взял? Значит, первое, что я взял, это муку. Появился какой-то новый бренд муки за 58 рублей 2 килограмма. То есть, эта цена нереально низкая, я такой цены ни разу никогда не видел. Вот. Не знаю, откуда они взяли такую, но, в общем, я решил прикупить. Следующий хлеб за 25 рублей, магнитовский, стандартный, без добавления яиц, только исключительно дрожжи, видимо, и мука пшеничная. Манку взял. Что еще? Дримис для кошки. На ценнике было 27 рублей, оказывается, пробили мне по 35 или даже по 36. Мыло, кстати, тоже исчезло, то, которое я покупал, по 14 рублей, поэтому пришлось брать вот такое вот хвойное по 44. Потом взял вермишель, моя цена, то есть, это типа как роллтон, как доширак, по 9 рублей, 90 копеек, что ли, ну, 10 рублей. Еще такую же вермишель взял. Мыло по 40, сколько там, 44. Мешки для мусора, по 45, что ли. Опять же, вермишель быстрого приготовления. Мешки для мусора. Вермишель за 9 с чем-то. Хозяйственное мыло за 35 или 37 рублей. Потом опять кошачьи вкусняшки. Кошачьи вкусняшки. Взял еще вот такое вот средство для мытья посуды за 44 или 45 рублей. Опять кошачьи вкусняшки. Еще. Нашел какое-то масло No Name. Оно стоило 88 рублей за 900 миллилитров. В первый раз вижу такой бренд, из чего оно сделано. Что даже в такое время оно стоит дешевле, чем все остальное. Потому что там была золотая семечка, там была олейна, да. Но цена там была где-то по 130, что ли, рублей. Поэтому я взял вот такой No Name. Две бутылочки. Кстати, я еще взял яйца. Яйца уже в холодильнике. Где-то по 64 рубля. Снова взял дрожжи по 16 или 17 рублей. Еще дрожжи. Взял водку за 140 рублей. Там, если что-то нужно будет обеззараживать вместо антисептика. Потому что написано, что 40 процентов алкоголя. Потом молоко за 52 рубля или 54 рубля. Две пачки. Одну же пачку такую выпил. Что еще? А, я еще купил колбасу какую-то. Моя цена. То есть, самое интересное, колбаса вся подорожала. Но именно магнитовский бренд, он стоит так же дешево, как и раньше. То есть, кажется, 44 рубля за вот такой вот батон. Потом, что еще? Еще одна магнитовская колбаса. Кажется, по 35 рублей. Я даже не представляю, с чего она могла быть сделана. Что она такая дешевая, настолько дешевая. То есть, если у всех остальных колбас нормальных цены взлетели как минимум в полтора-два раза. То вот это как было, как бы за копейки, да, так и осталось. Так, в рюкзаке у меня уже все. Смотрим дальше. Еще вкусняшки кошачьи. Опять они. Еще они. Потом масло сливочное бутербродное по 79 рублей. Это какой-то бренд магнита. Может быть, спред какой-то. Но раньше она стоила по 50 или по 40 рублей. То есть, это самое удивительное, что масло так дешево стоило. Но сейчас, в принципе, тоже более-менее терпимо. Туалетная бумага по 7 рублей. Еще туалетная бумага. Опять туалетная бумага. Еще туалетная бумага. Манка по 36 рублей. Пшеницы там уже нет. И манки там было, кажется, то ли 5 пачек, то ли 4 последние лежало. Но я взял еще на всякий случай 2, потому что хранится она тоже долго. Что еще? Так, не помню, показывал ли я вам пластиковые тарелки. Дальше, дальше, дальше. Сардины. Я нашел консервы дешевые. По 45 рублей. Конечно, это не килька по 25. Но что-то интересное. Сардина по 44,90. Раз сардина. Два сардина. Три сардина. Так, что еще там? Еще опять ремешель быстрого приготовления. Опять она по 9 рублей. Еще опять мыло. Сколько там? То ли 43, то ли 44. Но того, короче, магнитовского мыла уже нет. И последнее это мешки. Мешки тоже где-то по 44 рубля. 60 литров. И вроде бы все. То есть вот это все. Ну, плюс одна упаковка лишняя молока, которую я выпил. Плюс яйца обошлось мне в 1765, кажется, рублей. На этом все. С вами был я, Бетард671. Поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание. Пока. Пока. Продолжение следует.